Добрый день, уважаемые одиннадцатиклассники! Меня зовут Мегачева Анна Юрьевна, я председатель жюри регионального этапа Российской Олимпиады школьников по праву, и мы с вами проведем достаточно оперативно разбор заданий одиннадцатого класса. Ну, прежде всего, поздравляю вас с участием, поздравляю с тем, что вы дошли до регионального этапа, это большое достижение, ну и надеюсь, что успешно справились с заданиями. Какие-то тонкости оценивания и тонкости выполнения мы с вами сейчас рассмотрим. Итак, для удобства будем следить прямо по заданиям. Должна отметить, что в этом году было десять блоков заданий. Первый блок был традиционно тестовые задания, предполагающие один или несколько вариантов ответа. И задания первого блока все оценивали за два балла, причем хочу обратить внимание, что частичный ответ не допускался. Это значит, что отсутствие хотя бы одной буковки, да, либо лишняя буква в ответе приводила к тому, что члены жюри оценивали все задания в ноль баллов. В этом основная сложность. Первое задание из области семейного права нужно было вспомнить, когда же не допускается заключение брака. И, естественно, брак не может быть заключен с лицом, который уже состоит в другом зарегистрированном браке, с усыновителем или усыновленным, поскольку здесь статус практически родительских отношений и между близкими родственниками. Ничего не говорится в 14 статье о упечителях и подопечных, ничего не говорится о лицах, которые ограничены в дееспособности. Поэтому для этих категорий, в общем-то, брак разрешен. К имуществу, нажитому супругам во время брака, относятся. И тоже второй вопрос из области семейного права. Естественно, что здесь нужно было вспомнить, что не относится к совместно нажитому имуществу то имущество, которое получено из супруга во время брака в дар. Это личное имущество супругов. И не относится к то имущество, которое получено в порядке наследования. Такое имущество исключается, да, и совместно нажитого, и является личным имуществом каждого из супругов. Два балла за правильный ответ. Третий вопрос, достаточно легкий, вместе с тем были ошибки. Нужно было вспомнить виды жилищного фонда в зависимости от форм собственности. И правильный ответ, конечно, это частный жилищный фонд в соответствии с частной формой собственности. Государственный жилищный фонд и муниципальный жилищный фонд. А вот социальный и коммерческий фонд, использованный здесь, уже речь идет о специализированной жилищный фонд. По другим критериям выделяются, да, не по критерию формы собственности. Два балла за правильный ответ. Четвертый вопрос. Согласно кодексу административного судопроизводства, суд назначает административному ответчику в качестве представителя адвоката, если... И вот здесь правильный ответ согласно кодексу административного судопроизводства Российской Федерации. Б. Если у административного ответчика, место жительства которого неизвестно, нет представителя. И здесь важно, что неизвестно место его жительства, да. И. Г. У административного ответчика, в отношении которого решается вопрос о психиатрическом освидетельствовании, в недобровольном порядке нет представителя. Поскольку здесь речь касается, вот как раз таки, вмешательства в личную жизнь, да, принудительный медицинский осмотр, также в обязательном порядке назначается адвокат. А. Следующий вопрос, тоже из области процессуального законодательства, нужно было вспомнить, а кто не относится к участникам арбитражного процесса. И вот здесь именно не относятся, вот здесь вот, к сожалению, было очень много неправильных ответов. Нужно было вспомнить, что помощник в суде не является у нас участником процесса арбитражного, что свидетели не являются участниками и что специалисты не являются участниками. Вместе с тем прокурор является участником процесса, многие почему-то прокурора вот указали в качестве правильного ответа, хотя прокурор не относится, прокурор относится к участникам процесса и участвует в процессе в арбитражном, наряду с третьими лицами, наряду с заявителем. Следующий вопрос из области международного права, вообще должна отметить, что достаточно большое количество вопросов из области международного права. Шестой вопрос, нужно было вспомнить, какие споры рассматривает международный суд ООН. И, конечно, это споры между государствами, поэтому правильный ответ А. Второй блок вопросов касается установления соответствия. Это традиционный тоже вопрос олимпиад. В первом случае нужно было установить соответствие между корпоративными, монетарными, юридическими лицами и отдельными организационно-правовыми формами. В общем-то, здесь вся сложность состояла в том, что этих форм достаточно много. И любая ошибка приводила к тому, что в целом ответ засчитывался в 0 баллов. Поэтому здесь многие ответы вы указали правильно, но где-то перепутав корпоративную одну или две формы, к сожалению, не смогли получить 2 балла. В данном случае, статья 65.1, на нее ориентируемся и, соответственно, видим, что потребительский кооператив, это у нас корпоративное юридическое лицо, что хозяйственное бордерство, тоже корпоративное юридическое лицо, что общественное движение, а также корпорации, как, в общем-то, и хозяйственное общество, и хозяйственное товарищество. Все остальные указанные организационно-правовые формы относятся к унитарным юридическим лицам. В восьмом задании нужно было установить соответствие между видом решения суда по административному делу и судебной инстанции компетентной осуществлять его проверку в апелляционном порядке согласно Кодексу административного судопроизводства. Достаточно сложный вопрос. Вместе с тем, некоторые с ним справились и вспомнили, что, в частности, судебная коллегия по административным делам областного и равного ему по уровню суда рассматривает у нас решение по делу о расформировании Центральной избирательной комиссии, что судебная коллегия по административным делам апелляционного суда общей юрисдикции рассматривает у нас решение по делу о расформировании Центральной избирательной комиссии, а перед этим судебная коллегия по административным делам апелляционного суда рассматривает как раз-таки решение по делу о воспаривании кадастровой стоимости и решение по делу, связанному с государственной тайной. Девять вопросов на установление соответствия уже в рамках уголовного права. Достаточно хорошо справились с этим заданием. Были обстоятельства, есть обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. К сожалению, в некоторых случаях четко и наоборот были указаны ответы, но засчитать их в качестве правильных невозможно в соответствии с критериями оценки. В данном случае хочу напомнить, что обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, это крайняя необходимость, необходимая оборона и обоснованный риск. А вот освобождать от ответственности у нас, освобождение от ответственности возможно ввиду деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим или истечения сроков давности привлечения к ответственности. Установите соответствие между конвенциями, датами их ратификации. На мой взгляд, наиболее сложное задание, которое нужно было выполнить. Здесь действительно сложной заключалась, во-первых, необходимость вспомнить вообще даты ратификации, ну и еще вспомнить, что, например, некоторые конвенции, международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, международный пакт о гражданских и политических правах были ратифицированы в один год, в 1973 году. В этом тоже достаточно сложно. Так, два балла за правильный ответ. В третьем блоке заданий требовалось установить последовательность. В одиннадцатом задании последовательность учреждения международных органов, начиная с самого раннего. В общем-то, тоже хорошо справились. Вспомнили, что раньше всего была учреждена постоянная палата Тритейского суда еще в 1899 году. Затем Международный суд ООН, затем Международный трибунал по морскому праву и вот Международный уголовный суд, самый молодой орган, который был учрежден в 2002 году. В двенадцатом задании требовалось определить, установленным положениями главы 15 Гражданского процессуального кодекса, последовательность процессуальных действий подготовительной части судебного заседания. Это задание, надо сказать, тоже достаточно сложно, но соответствует уровню 11 класса уже, когда вы более углублялись в изучение отраслевого законодательства. И в данном случае верная последовательность представлена вот теми критериями, которые указаны два балла за правильный ответ. Тринадцатый и четырнадцатый вопрос – это традиционные римские изречения, достаточно сложные. Первое изречение нужно было перевести как «юридическая форма есть существенная форма». И в данном случае как правильные были засчитаны варианты «юридическая форма» – форма, имеющая существенное значение, главная форма – значимая форма, определяющая форма и так далее. То есть любые по существу правильные ответы, в которых было переведено выражение, которое показывало, что «юридическая форма имеет главенствующее приоритетное значение», были засчитаны в качестве правильных. И второе выражение – фикция без закона. В качестве правильных рассматривались варианты «не допускается фикция без закона», «невозможна фикция без закона». И даже в качестве правильных мы рассматривали ответы «нет вымысла без закона». Хотя это термин приведен неправильно, но само выражение, само слово приводится именно так. 15-16 вопрос достаточно сложный. Нужно было расшифровать аббревиатуры, которые отсылают нас к современным реалиям цифрового общества. И это термин единая система идентификации и идентификации. Второй система межведомственно-электронного взаимодействия. Сложные термины, но вместе с тем некоторые вспомнили, что было приятно 2 балла за каждый правильный ответ. Шестой блок задачи. Каждая задача оценивалась в 3 балла. Первая задача из области международного публичного права. И сложность этой задачи как раз таки была в том, чтобы отграничить частно-правовые и публично-правовые отношения. Эта задача как раз таки касалась необходимости защиты граждан экипажа, членов экипажа как граждан определенного государства. И поэтому правильный ответ В, в общем-то, он соответствовал публично-правовому характеру и вопросу, который был задан. Восемнадцатая задача из области гражданского права. И здесь сложность была связана в том, чтобы вспомнить, а каковы же последствия несоблюдения преимущественных прав при продаже имущества, находящегося в долевой собственности. И вспомнить, что таким последствия специфическое, оно закреплено в статье 250 гражданского кодекса. И связано с тем, что у лица, чье преимущественное право нарушено, появляется возможность требовать перевода на себя прав и обязанности покупателя. Такая сделка не будет считаться недействительной, такой договор не будет считаться незаключенным. А вот именно специфическое право появляется у лица, чье право нарушено, которое оно может предъявить в суде. Поэтому правильный ответ В. Следующая задача уже из области семейного права. Речь шла о совмещении на стыке семейного законодательства и наследственного законодательства. И вопрос, требовалось ли получить согласие на продажу квартиры, которая была получена в порядке наследования лицу, которое состоит в браке на момент продажи. Правильный ответ Г. Нет, поскольку такое имущество, которое получено в период брака, но в порядке наследования, относится к личному имуществу супруга, получившему такое имущество. И, соответственно, не входит в состав совместно нажитого имущества. Следующая задача также из области у нас остыки гражданского и жилищного законодательства. И касается возможности использования жилых помещений. Хочу напомнить, что действительно здесь были разъяснения и приняты соответствующие постановления правительства последние годы, разъясняющие о том, что жилое помещение должно использоваться исключительно для проживания. И, соответственно, Петр, наш герой задачи, не вправе было использовать квартиру для предоставления гостиничных услуг, так как не допускается размещение в жилых помещениях гостиниц, а жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. То есть это правило, которое недавно были разъяснения по этому вопросу окончательной, поэтому здесь сомнений нет, 3 балла за ответ А. 21 задача здесь уже из области процессуального законодательства. Нужно было оценить правильность действий в общей сограниченной ответственности части определения объекта оспаривания и компетентного суда. Правильный ответ В. В обеих частях рекомендации являются актом, содержащим разъяснение законодательства, обладающим нормативными свойствами. Нужно было понимать, в какой же виду актов относятся рекомендации. И, соответственно, вспомнить уже процессуальное законодательство, которое разъясняет, что дело должно быть рассмотрено судом по интеллектуальным правам, по правилам АПК, поскольку патентные права как раз-таки относятся к сфере патентного права, регулирующего, который регулируется именно правом интеллектуальной собственности. 22-я задача из области уголовно-процессуального законодательства. Нужно было оценить правильность действий следователя. В данном случае лицо обменяемого в мошенничестве, совершенное организованной группой ЗОТов, попытался скрыться от следствия. В ответ на его действия следователь вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Мог ли он это сделать? Вспоминаем уголовно-процессуальный кодекс и вспоминаем, что он должен был, конечно, согласие руководителя следственного органа возбудить перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. То есть сам следователь своим постановлением избрать соответствующую меру пресечения не мог. Поэтому в данном случае ответ правильный В нет. 23-е, достаточно сложное задание. На мой взгляд, нужно было вспомнить признаки юридического лица. Правильный ответ Б. Правильный ответ А. Вернее, ответ А не может быть правильным, поскольку хозяйственные общества не имеют никаких вечных прав на имущество. Здесь речь идет о других лицах, о тех организациях, которые обладают имущественным направлением хозяйственного ведения, оперативного управления, учреждения, государственные и муниципальные предприятия. Ответ В. Неправильный, поскольку некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход, деятельность. И ответ Г. Неправильный, юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может иметь фирменное номинование. Нет, неправильный, потому что фирменное номинование может иметь только коммерческая организация. Ответ Д. Неправильный, поскольку представительством не является. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, осуществляется все его функции или часть. Речь идет только о представлении. Здесь смешаны признаки филиала и представительства. Поэтому правильный ответ Б. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый госрегистр юридических лиц в видение его создания. 24 задача касалась действия Конвенции о защите прав человека и основных свобод и вопросов, связанных с обращением в Европейский суд по правам человека. Правильный ответ Г. Адвокат верно оценил сроки для подачи жалобы в ЕСПЧ, так как согласно правым позициям ЕСПЧ, окончательным решением по делу является определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. И именно от даты принятия этого акта нужно отсчитывать срок для подачи жалобы в ЕСПЧ. 25 задание. Как раз таки была предложена цитата. Из достаточно сложного текста автора Сергея Сергеевича Алексеев нужно было понять, что речь идет о регулятивной функции права, о том, что право является регулятором поведения. Но при этом мы засчитывали в качестве правильных и термин регулятора, и регулятор, и регулирование. То есть, в общем-то, главное было понять эту регулятивную функцию. Далее по функциям. Функция нормативности. Общая обязательность. Не рассматривалась в качестве правильного ответа, потому что термин общая обязательность уже дан в тексте. И здесь было понятное содержание, что нужно все-таки подобрать другой специальный термин. Термин система, в общем-то, достаточно правильно все в основном ответили. Четвертая. Определенность по содержанию. Особенность права. Очень много было ответов близких по значению, как точность по содержанию. Но они не были приняты в качестве правильных. Почему? Потому что уже далее в тексте идет расшифровка, где указано, что эта функция предполагает предельно точно фиксировать в формализованном виде необходимые стороны. То есть, очевидно, что здесь термин точность не может быть правильным, поскольку идет дублирование. Нужно было дать такое специальное наименование, как определенность. Пять законов, в общем-то, здесь правильно все ответили. Практически шесть. А вот здесь с внешней свободой. Внешней свободы. К сожалению, термин свободы мало кто выбрал, но не вспомнил про то, что бывает внешняя свобода. Принудительной силой государства. В качестве вариантов были предложены волей государства. И, в общем-то, здесь мы шли навстречу и засчитывали силу и волю, хотя не совсем это совпадающие такие термины. И восемь в обществе. Двадцать шестое задание. Был предложен исторический текст. Это текст из Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 года. Нужно было понять, о каком институте идет речь. И действительно, речь здесь идет о судебном приказе. Судебный приказ существовал в советском законодательстве и в современном законодательстве, в Гражданском процессуальном кодексе. Судебный приказ закреплен в части первой статьи 121. К сожалению, некоторые написали Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации. Но, в общем-то, здесь правильный ответ ГПК РФ. Далее, нужно было вспомнить и ответить на вопрос, установлен ли действующим законодательством, в отличие от ГПК, предельный размер требований, по которым может быть вынесено судебное постановление. Да. И более того, здесь нужно было не просто ответить «Да, установлен». Дело в том, что ответ на вопрос 3 предполагает частичный балл за краткий ответ «Да». И ответ 2 балла за указание и частичного ответа «Да», и суммы, на которую нужно ориентироваться, 500 тысяч рублей. То есть 2 балла и за краткий ответ, и за название суммы, за указание суммы 500 тысяч рублей. Далее, нужно было в четвертом вопросе ответить на вопрос, какому суду, согласно действующему законодательству, подсудны дела о вынесении данных судебных постановлений. И здесь важно было указать, что это мировой суд, мировой судья, мировой суд. Любое указание на термины «мировой судья», «мировой суд» приносило в итоге 2 балла. И последний вопрос. Нужно было указать инстанцию, куда обжалуются судебные приказы. Речь шла о кассационном суде общей юрисдикции. В качестве правильных были засчитаны ответы кассационный суд, кассационный суд общей юрисдикции в общекассационном порядке, кассационная инстанция. То есть, в общем-то, любой ответ, который указывал на термин «кассация», был принят в качестве правильного. Следующий документ исторический. Речь шла о соглашении между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Украиной о создании Содружества независимых государств. Дело в том, что авторы задания просили назвать точное название этого документа. В качестве правильных были также приняты и было решено, в общем-то, принимать в качестве правильных ответы соглашение о создании Содружества независимых государств, Беловежское соглашение, и члены комиссии нашей пошли даже на уступки и в качестве правильных засчитывали ответы соглашения о прекращении действия СССР, соглашения о распаде СССР. Однако, не были засчитаны в качестве правильных ответы союзный договор. Потому что, ребята, посмотрите, уже в самом тексте есть термин «союзный договор», и он указывает на «союзный договор» 1922 года. Поэтому в данном случае такие аналогии не допускались в качестве правильных. Год создания – 1991. Третий вопрос нужно было указать, укажите, слово, которое необходимо поставить на месте цифры 1 – это СССР. Все уставы – это 4, все практически вспомнили о Чернобыльской катастрофе, и мы засчитывали любые варианты, которые по существу было понятно, что речь идет о катастрофе на Чернобыльской АЭС. И последний вопрос – нужно было указать форму, в которой в настоящее время осуществляется ратификация международных договоров. Это федеральный закон. Мы в качестве правильных допускали различные варианты. И федеральный закон, и федеральные законы, и законы. В общем-то, здесь шли вам навстречу. Девятое задание – кроссфорд. Кроссфорд в этом году традиционный, хотя термины достаточно сложные. Ну, вот очень много вызвало сложности, конечно, указания 5, вопрос 5 по вертикали, термин, производитель программного обеспечения, вендор, да, то есть здесь достаточно такой термин очень специальный. Мало кто вспомнил абандон, ну, тоже, в общем-то, да, специальный термин. Молодцы, достаточно хорошо справились, и термин «алунж» практически все вспомнили. Вот этот добавочный лист векселя, на котором может быть написан «эндосаммит». В общем-то, я даже помню, что в каком-то из УТС мы с вами его повторяли. Но в основном указали все правильно переводчик, истец, вето, трон, хотя вариантов ответа с символами монархической власти было много. Там было и вера, и трон, и жезл, и разные варианты, которые, в общем-то, правильный трон, да, в контексте тех терминов, которые представлены. И последнее задание, так называемые «донетки» – установить правильность и ошибочность суждений. Первый вопрос достаточно сложный, опять-таки, из области международного права, но в целом ответ был «да», и действительно здесь может быть привлечен к уголовной ответственности по российскому уголовному закону лютиков. Несоблюдение простой письменной формы сделки всегда влечет, и недействительность нет, потому что общие последствия связаны как раз-таки с недопустимостью ссылаться на свидетельские показания в подтверждении факта заключения договора. Три. В состав наследства входит принадлежащий наследодатель на день открытия наследства вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Правильно. Четыре. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для временного или постоянного проживания. Четыре. Нет. Поскольку в данном случае для временного проживания жилого помещения не может быть предназначено. Жилищный кодекс содержит в понятии только термин постоянного проживания граждан. Пять. Обращаться с жалобами в Европейский суд по правам человека имеют право только граждане, государственные члены. Конвенция о защите прав человека, свобод 1950 года. Правильный ответ. Нет. Поскольку здесь любое лицо, которое является жертвой нарушений со стороны государства, участникам в праве обратиться в суд. Шесть. Сочетание государственного договорного и внедоговорного регулирования трудовых отношений является одним из принципов правового регулирования. Нет. В статье 2 Трудового кодекса это не указано. В общем-то больше к методу относятся. На военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы не распространяется трудовое законодательство. Восемь. Трудовым законодательством устанавливается только дисциплинарная и имущественная юридическая ответственность. Восемь. Нет. Поскольку речь там идет о материальной ответственности и дисциплинарной. Девять. По общему правилу, согласно действующему арбитражному процессуальному кодексу, то есть подготовка дела к судебному разбирательству довершается проведением предварительного судебного заседания. Да. Об этом указано в обитражном процессуальном кодексе. И последнее. Решение об отводе прокурора в ходе до судебного производства по уголовному делу принимает этот же прокурор в ходе судебного производства председатель суда. Да. Ответ 10. Нет. В общем-то, вот так. Ну, я надеюсь, что в целом более-менее понятно, как была проведена оценка. Критерии достаточно точные. Напоминаю, что члены жюри должны ориентироваться на критерии, предложенные центральной предметной методической комиссией, и не могут отступать от них. Ну, вот. Ну, мы уже, исходя из существа ответа, делали кое-какие отступления. Но в целом, имеете в виду, да, решая вопрос, там, оценивая правильность или ошибочных своих ответов, то есть члены жюри связаны критериями, которые предложены центральной предметной методической комиссией.